о привет всем пукас с вами как говорится лукас на этот раз у нас будет довольно таки необычный ролик на канале тем более вообще для меня это вообще необычно тут не будет какого-либо контента либо еще чего-то все достаточно просто на самом деле причина создания этого ролика кроется в том что меня задолбали очень сильно задолбали с одним вопросом я думаю вы уже по превью и названию ролика поняли что это за вопрос он связан с егоркой со всей этой ситуации с морщи с амбурским данилкой и вообще всеми кто в этом как-либо повязан какими-либо действиями так вот примерно вот как только это все начало происходить у морща с егоркой меня начали засыпать вопросами поначалу связанными с тем как тебе и горка смотрел ли ты и так далее и тому подобное но как только вот этот весь вот псевдо конфликт начался просто пипец меня вообще не затрагивающего эту тему человека начали засыпать огромным количеством вопросов будь то личка вконтакте комментарии под видосами на ютубе куча куча с просто невероятная куча сообщений непосредственно на стримах что на ютубе что на твиче я думал вообще никто не знает то что на твиче стремлю меня там не найдут но фак вы даже там засыпаете меня вопросами о том как тебе вот этот и горка как-то относишься к тому что происходит как 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 господи я не могу даже спокойно порой почитать комментики под новым видосом чтобы ответить на какие-то вопросы потому что я их не вижу я вижу только все связано с и горкой и собственно на эту тему я бы хотел сейчас поговорить скажем так кратко ясно выразить свою мысль дать понять всем тем кому это интересно именно мое мнение насчет и горки что я по этому поводу думаю и чтобы от меня уже отстали потому что реально это мешает как нормально общаться нормально работать так и нормально даже в какой-то мере жить я вообще не представляю какого тем же мурчи и горки и данили ведь у них наверное лички захламлены просто в десятки сотни раз больше пресс f2p респект как говорится ну так вот перейдем непосредственно к самому вопросу который мне чаще всего издают как ты относишься к всей этой ситуации с егорка ребят этот ролик я специально сделал для того чтобы ответить всей той аудиториям который действительно интересно мое мнение по поводу всей этой ситуации чтобы этих вопросов больше не возникало и в будущем когда у меня если что-то спросят по этому поводу я мог просто сказать ребят на это все ответ в ролике не приставайте не спамьте пожалуйста примерно для этого я делаю это видео ну так вот насчет егорки да мурчи сделал действительно интересную тему видео которое довольно таки неплохо стрельнула по-любому были люди и позавидовавшие и ищущие в этом подвох но все же давайте не будем забывать с вами то что 95 процентов аудитории фортнайта это дети и как мне кажется мурчи один из тех кто довольно хорошо это понял когда начинал этим заниматься именно форт на этом я имею ввиду на ютубе и с его харизмой умением вот этом вот преподавать контент весело так озорно по детски его этим всем умением он отлично делает детский контент на ютубе и честно сказать я считаю то что среди ру сегмента он пожалуй один из лучших если даже не лучший в своем сегменте вот именно в развлекательном детском контенте по фортнайту вот тут прошу сделать вот восклицательный знак потому такой контент он не должен был считаться чем-то вау таким вот то прям вот привело к тому что люди начали там искать разоблачать что-то там делать всем и так было понятно кто такой искандера собственно мурчи это человек контент-мейкер в плане развлекательного детского контента и соответственно даже недалекий человек был понял контент-мейкер по развлекалову для детей собственно вот вам ролик который очень сильно зашел вот этот с егоркой ну понятное дело что просто так вот найти такого человека было бы крайне невозможно и тяжело поэтому ну было понятно что он этого челика либо нашел где-то у себя в дискордах и они заранее сели либо это был кто-то кто умеет так делать голос либо программка но это же абсолютно не важно так как мурчи он делает контент развлекательный для детей то его суть этого как бы всего контента это чтобы он развлекал чтобы было его как-то весело ржачно смотреть ведь этот ролик и вообще вся эта тема она с этим справилась соответственно аудитории понравилось даже я вот когда меня проспами ли где-то два дня на стримах и под одним роликом в комментах то что и горка и горка и горка я посмотрел вон тот самый первый видос к сожалению дальше я уже не смотрел я взял только первый блин он даже вот мне здоровому жлобу 25 лет ему было порой ржачно его посмотреть не скажу что весь ролик но были несколько моментов где я ну либо улыбнулся либо даже может быть немножко орнул действительно ржачно а детям я вообще представить не могу это заходило на ура принципе я считаю что со своей задачей как контент-мейкера развлекательного плана он справляется исправлялся то что это было как-то заранее подготовленный человек либо там найденный неважно да вообще неважно это тоже было понятно это контент-мейкером должен создавать контент я просто не вижу причин почему там вот эти вот все севдо конфликты вокруг этой всей ситуации вообще разворачиваются поэтому вот в принципе вам мое мнение мурчи как контент-мейкер развлекательного плана для детей по фортнайт он справляется со своей задачей он действительно преподносит вот такого рода контент весело и озорно для детишек им это нравится и в этом основная суть контента окопаться в том 6 лет челику или 12 программа это или он сам так может да голосовыми связками играть это уже дело так скажем тех людей кого просто гложет зависть за огромное количество просмотров которые эти ролики собрали но поверьте мне собрали они их не потому что это не 6 а 12-летний парень а потому что он просто преподнес этот контент с такой харизмой с такой подачей как это и нужно было сделать если бы это сделал кто-то другое у кого более допустим серьезный контент более там контент про киберспортсменов или еще что-то у него бы так не вышло поверьте мне вот возьмем того же данилу самбурского он делал более серьезный контент с охеренным уровнем монтажа про киберспортсменов это стреляло у него это стреляло потому что не было особых таких оппонентов и он преподносил это действительно классно поэтому она и стреляла то же самое из мурчи он в своем вот этом вот развлекалове именно в этой вот рубрике можно сказать что кроме него никто такой харизма не обладает и вот он эту тему преподнес и она стреляет то же самое взять того же кека он более серьезный такой более весь прям такой мужик свое время именно этим он и заработал свою аудиторию кто-то может классно преподносить новости кто-то может прикольно стряпать топчики в общем у всех своя стезя и главное чтобы контент мейкер справлялся с этой задачей судя по реакциям и просмотром роликов про егорку мурчи с этим справился и соответственно у него по моему мнению нашлись какие-то просто либо завистники которые начали это раздувать потому что это вообще было неуместно на самом-то деле ведь основная задача была выполнена тем кто хотел развлекалово они нашли это развлекалово в виде ролика про и горку в общем на этом все я думаю даже не стоит мне больше марать эту тему и думаю те кому было интересно мое мнение мое мнение поняли на этом я надеюсь сей тематика вопросов ко мне будет закрыта и вы прекратите спамить мне в личку и в комментарии и на стримах это честно мешает и господи люди прекратите рыться в чужом контенте это я тем контент мейкером которые видимо отзавидовались и начали как-то что-то там искать займитесь собой займитесь своим контентом ведь каждый из вас силен в какой-то своей рубрике вот делайте ее и все будет гуд и у вас не будет времени завидовать кому-то потому что у него что-то там выстрелило ну а на этом все друзья спасибо вам огромное за просмотр надеюсь те кто искали ответ на этот вопрос его нашли именно это я тем адресую кто у меня собственно интересовался этим просто я уже устал всем по отдельности отвечать сделал видео и все надеюсь ко мне больше вопросов не будет под по теме и горки и все вот этой ситуации ну все ребятки до скорых встреч и одесса нами